Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов Евангелия от Луки, 9 глава 49-50 стих, Евангелие от Луки 11-23, мы рассмотрим следующий сложный вопрос. Не противоречил ли Христос сам себе, когда говорил о тех, кто за него? И мы читаем Евангелие от Луки, 9 глава 49-50 стих. Присем Иоанн сказал, наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. И другой отрывок, который создает нам некую сложность, это Евангелие от Луки, 11 глава 23 стих, это прямая речь Христа, кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Итак, в чем сложность? Сложность заключается в том, что в одном случае Христос как бы допускает мысли, что кто-то может и не принадлежать к его собранию, к Экклесии, к Церкви, но при этом использовать имя Христа, причем использовать эффективно, изгонять бесов именем Христа. Надо сказать, что в книге «Деяния» описан случай, когда некоторые сыновья первосвященника, они изгоняли бесов, и у них была такая формулировка, именем Христа, которого проповедует Павел. И бесы им ответили, ну, Христа мы знаем, Павла знаем, а вы кто такие? Ну, и избили их, и те голые бегали там по городу. А здесь речь немножко о другом. Эти люди не принадлежат к собранию христиан, но они придают значение имени Иисуса Христа. И они используют это имя во время сеансов экзорцизма. А апостолам стало немножко обидно, потому что они не ходят с нами. Ведь уже тут выстроилась своя иерархия среди апостолов, или как минимум они к этому стремились. Помните, они задавали вопрос, кто там справа, кто слева будет от Тебя в Царстве Твое. И в то же время Христос говорит, кто не со Мною, тот против Меня. Кто не собирает со Мною, а что собирает, грибы, что ли? Народ вокруг Меня. Тот расточает, то есть разгоняет людей. И как вот это противоречие разрешить? Это как бы спор между святыми и не святыми святыми. Потому что есть люди, которые ходят в церковь, они там участвуют в таинствах, и они творят добро. Но есть люди, которые не ходят в церковь, не участвуют в таинствах, и творят не меньшее, а, может быть, большее добро. И при этом знают имя Христа. В Евангелии от Иоанна, 10 глава, 16 стих, мы находим такие слова Сына Божия. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привезти. И они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один пастырь. Вот это та реальность, о которой, конечно, мы не должны забывать. Святитель Иоанн Златоуст в одном из своих сочинений, это слово «Проклятие», он предлагает такой ход мысли. «Как ты можешь проклинать человека, который еще жив и может найти в себе силы к исправлению? И не будет ли тебе стыдно, когда он опять будет с нами и между нас?» И там же он рассуждает, какой смысл проклинать умершего человека, который уже отошел от этого мира, и ты не знаешь, как он отошел, и не можешь знать. Который уже не принадлежит этому миру и этому земному суду. Как можно выносить суждение, решение по поводу этого человека? И надо сказать, что в целом, а святые отцы, они очень бережно относились к людям. К тем, которые ушли в какие-то секты, в ереси, в расколы. Златоуст, блаженный Августин. Они просто настаивают на том, да, они ушли, но они наши братья. Но кто-то скажет, а если они против нас? Если они не признают наше таинство? Если они хулят наше таинство? Так есть христиане, которые признают все таинства православной церкви. Поинтересуйтесь. И есть очень многие православные богословы, которые также признают таинство. Именно людей, которые ушли из церкви. Вы спросите, какие богословы? Может быть, модернисты, экуменисты, пацифисты? Нет. Отцы семи вселенских соборов. Они принимали почти всех еретиков, от ориан до иконоборцев, признавая их крещение и признавая их рукоположение. Я вот не могу это понять, потому что кто такие ориане? Это как свидетели Иеговы. Признавалось их рукоположение, признавалось их крещение. Если оно совершалось во имя Святой Троицы. Даже Блажен Августин говорил, перекрещивающий еретика крещеного во имя Святой Троицы сам суть еретик. Поэтому мы должны учиться бережному отношению к людям. Вот эти слова Христа. «Есть у меня и другие овцы». Во-первых, он не говорит, что они обязательно волки. Он их называет другими овцами. «Которые не сего двора». То есть не принадлежат к этому собранию. «И тех надлежит мне привезти». А куда привезти-то? Чтобы было одно стато и один пастырь в единство церковное. Поэтому и получается, что одни миссионеры, они могут с любовью обращать людей в церковь православную. А другие свои ненависти и злоби, размахивая уголовным кодексом, всякими подложными бумажками, разгоняют и так запутавшихся людей, сбившихся с истинного пути. Кстати, в Писании считается страшный грех, кто ставит препятствия на пути слепого. Вот еретик — это слепой. Язычник — это слепой. А если кто-то еще и препятствия начнет ставить? Я не берусь даже оценку вносить такому отношению. Но Златоуст сравнивал таких людей, это его слово о статуях, которые брезгливо относились к заблудшим еретикам с сатанистами. Он говорит, это дьявольское бесчувствие, сатанинское бесчеловечие. Говорит, что у меня нет с ними ничего общего. И Златоуст настаивает, ничего общего у нас нет только с дьяволом. С каждым же человеком имеем даже очень много общего. Населяем одну и ту же землю, имеем одного и того же Отца Небесного, питаемся одной и той же пищей и принимаем от Бога одни и те же законы. А они же, он пишет в этом же слове, если осел упадет в яму, все бросаются его вынимать. Еретик тот же осел. Помоги ему добрым словом, примером, наставлением. Итак, мы рассмотрели еще одно сложное место, выучили еще один евангельский урок. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok